У меня своя, нахуй, тактика, отъебись. Таааак. Вот на этот колу бы забраться. Объяснять мне, что я откуда-то там не смогу выйти и так далее. Всё это знаем без вас, блядь. Просто занимаемся немного другим. И немного по-другому. Сколько ещё стримить планируешь? Наверное, часа... Два, может быть. Так, вот там у нас, вон, эта хуйня, я уже понял. Так, 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 так. Здесь, кстати говоря, я тоже... Да, здесь я изучил, я помню. Более-менее. Сейчас ещё на крышу глянем. Да, ребят, у меня сладенькая попочка, в этом вы правы. вон он хотя надо было там конечно делать но нами верно он и не нужен так теперь здесь мы собрали так это берег надо еще берег обойти там еще один этот по берегу надо будет пройтись обязательно надо глянуть что-то еще поговорить с ними давайте по этой скале пройдемся сундучок так так ну это можно другую территорию пришли еще надо вернуться я здесь внизу спустимся что с мафии 3 дропнуто блять просто геймплей кусок дерьма это вроде неплохой сюжет но блять из-за геймплей который там я не буду терпеть это то есть они я не буду страдать и мучиться по-другому и не назовешь дошли подумать не мог что настолько плоха интересно почему путешественник в этом ущелье слишком опасная я бы на вашем месте пошел в обход игра за я сломал игру что произошло последнее время в ущелье развелось слишком много монстров торговцам пришлось оставить свои товары если мои фрукты успели испортиться то отмывать киоск придется долго все будут все-таки будет липкой вонючей фу расскажи мне ущелье раньше здесь часто ходили караваны я тоже приторговывал в ущелье чтобы заработать немного монет бывало что в ущелье забрел какой-нибудь монстр но в целом все было не так плохо но теперь люди подкинули ущелье и караван оказался в ловушке в конце концов не так страшно если я не смогу продать все фрукты но вот если они сгниют прямо в киоске так я тебе это ну мы тебе поможем так понятно блять он опять завис что еще сейчас у тебя вывалится что произошло насчет твоего фруктового киоска дело даже не в деньгах но испортно испортившиеся фрукты это настоящий кошмар все пропитается липким соком будет жутко вонять если я не успею его отмыть моя женушка меня прикончит мои соболезнования их спасибо тебе забота вот что у меня осталось это немного фруктов денег особо за них не выручу давай дам тебе бить 5 яблок отдал пиздец чую будут неприятности твоя правда я на чистоту а я чистоту люблю меня начинает тошнить одной мысль что мне придется все это вычищать вот была бы здесь ну или она уже она сможет вы вымыть киоск так что то станет чище нового но я ведь не могу беспокоить ее из такого пустяка так там сундук я видел уже но мы пока не пойдем туда чё-чё-чё-то успокоились да все заебалок заебалка пипастить мне показался я слышал звук такой что что за следы внезапные и 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 а вот что я обнаружил да по-моему лол забавно чё план не будем не тратить висит заряд но это не оно мне кажется это не оно блять чат я не могу найти если вы пропали дырка в скале да я подошел к дырке с колену да еще раз ну да вот здесь такая скала но там нихуя нет может дальше где-то следы для сайт квеста я понимаю блять ноготь куда не пропали может нам в другую сторону идти по этим следам а чат может быть может быть в другую сторону идти блять как это странно при этом мэйсон будет скиллом что-то брать нет небо показало что я могу здесь что-то сделать но я здесь ничего сделать не могу в этом сей проблема а там скрипт должен быть но у меня нет квеста для этого блять ну ладно надо запомнить что это место тогда так здесь мы были а это другая уже гора так ну в целом получается вот эту часть я изучил так хорошо пойдемте на берег это квест птеродактиле блять а какого хуя сейчас отображается то о я кое-что нашел там звук какой-то быстро звук 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 Ой, я могу, оказывается, рыбку поймать. Нихуя. Спокойной ночи. Сэм, пометь, что я собрал. Вот здесь давайте отметим. Так, теперь, 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 я даже не знаю. Я даже не знаю, что сделать-то. Наверное, надо вот эту вот зону вот зачистить. Вот эту вот. Вот сейчас сюда пойдем, вот эту вот будем чистить. Мы, конечно, кончены, любишь ты нас? Блядь, чат, я вас за это и люблю, понимаете? За то, что вы конченые такие странные и непонятные. А, блядь. Вот раньше чат был нормальный, что у него так повлияло? Деменция, понимаете? Чат стареет вместе со стримером. Чат, конечно, пытается молодиться, говорит, что, блядь, мы еще не старые. Это ты, дед-бердед, вонючий, блядь. А вот мы нормальные пацаны. Мы такие молодые, бодрые, такие классные, прикольные. На самом деле чат стареет же. Здесь очень много людей, которые со мной, например, очень давно. Вот сколько им лет? Вот представь. Допустим, даже если они начали смотреть 14. Сколько лет прошло, да? Представляешь, какие они старые, блядь, и немощные, вонючие, блядь. Они еще вонят, как деды. После них в сортир не сходишь. Потому что просто все воняет. Вот в этом, блядь, тебе есть чат, понимаете? Так что у чата тоже деменция. Чат стареет, чат ебанутый становится. Уже дурочка по нему плачет. Надо уже что-то делать. Так, хорошо. С чего начать наше изучение? Наше изучение вот этой области можно начать с обешки по всему периметру. Потому что там, типа, это, как ее? Ну, как она называется? Лощина вот этого, да? Вот мы гораздо хотели сюда пройти. А потом мы залезем наверх и зачистим территорию там. Как вам такая идея, чат? В каком году ты начал стримить? В 2000... Ну, в 2014, наверное, в 2015. Я просто канал-то завел в одно время, а стримить уже начал совсем другое. Изначально я подрубал там очень редко. Так сказать, по правилам. Что, говно у меня будешь кидаться, что ли? Понятно. Что, на магазин закрыт? Сейчас мертвый сезон. Вы можете найти меня в Ли. Эй, отчаянный доктор Люсу. Спокойных, сладких снов, Скалетта. Так, что у нас там? Морозный, да? Можно их, конечно, пойти убить. А, морозный, блядь. Мы его не подберем. Нам это нужно. Бля, мне так... Мне так впадло свитчится, но, походу, придется. Давайте, пока мы здесь, свечнем ее на эмбер. Заодно подобываем другие вещи. Там всякие кристаллы, которые... А, стоп. Так, вот здесь... Вот здесь эта хуйня, но мы ее поймаем потом, когда будем наверху изучать. То есть она вот валяется, вот там вот, вон. То есть надо будет вот со скалы... Блядь, кстати говоря, как там ее под... Надо будет со скалы как-то лететь. В общем, ладно, разберемся. Какая сущность тебе доминирует, ты мир ютубер? Блядь, чувак, я себя особо не воспринимал как ютубером уже давным-давно. Какой-то детский вопрос, честно говоря. Сразу понятно, что это шкила ебаная. Так. Сколько часов примерно играл Генш? Честно говоря, я не знаю. Так. Хорошо, это мы с вами уже прошли, да? Грег, хочешь выпить? Кто ты? Меня зовут Грег, я работаю на винокурне мистера Делюка. Сегодня он подарил мне бутылку вина из своих личных запасов. Хорошее вино полагается пить в хорошей компании, верно? Кажется, я чуть-чуть заблудился в винокурне с той стороны, слева, допустим, да-да... Да, пусть будет. Хе-хе, ну что ж, пойдем. Похоже, что немного перебрал, давайте жить за меня. Не волнуйся, нам еще далеко идти. Прикрати палец на мой кошелек. Эй, дружище, да что ты такое говоришь? Разве я могу украсть? Погоди-ка, ты вообще заметил? Если ты не пьян, то живо прекрати притворяться. Ты тратишь мое время. Давай, проваливай, ты мне больше не интересуешь. Блядь, а почему мы не можем эту тварь ебнуть? А? Смотрел обидосики в 2014-го года, Серега так выглядел, как юный реперок. Хе-хе, нет, это было раньше. Чуть-чуть. Может, у нас залиты были тогда? Хе-хе. Так, давайте вот это углубление... Так, стопэ. Да, вот это углубление мы сейчас изучим, чтобы не спускаться с горы, если что. Ммм... Здесь ничего нет. Блядь, почему разработку Сибой противно? Я не понимаю, о чём ты. Так, плюс яишки. Ммм... Так, надо не забывать про дорогу, если что. Потом сейчас отсюда отошли. Так. Проблемы Лилия. Так, подожди. Мне кажется, где-то здесь вполне может быть сундук в этих виноградниках. Хотя нет. Так. Это мы потом сделаем. Это следующая зона. Мы вот так вот её изучим, наверное, вместе с островами. Вот так вот островки зачистим. А вот это зона. Это пока трогать не будем. Это после вот этого. Будем всё делать постепенно, чтобы нас ничего не сбивало. Вон сундук. Так, там же вон возьмём на этом, когда придём. Всё, мы идём по своим делам. Нам не до этого. Стоимир, когда выйдет из раннего доступа, паладин, понимаешь, её проходить с возможностью решать чатьку, какие, как и в Дивинити, это никому не будет интересно, или даже... Нет, ребята. Это не игр для прохождения на стримах. И всех стримеров, которые видел, которые её проходят, которые, ну как, из заметных стримов, которых есть онлайн. Они проходили её просто отвратительно, блядь. Смотреть прохождение этих стримеров, это было... Уничтожение себе просто 90% игры, блядь. Это, блядь, это просто был пиздец. Потому что они садились за игру, потому что игра новинка, и она прогремела. Они такие сели за неё, блядь, а там играть в неё пиздец. И поэтому они какие-то диалоги читают, какие-то диалоги скипают, книги и литературу скипают вообще все. И так далее, и так далее, и так далее. Потому что они понимают, что они не могут стримить эту игру в ближайшие, блядь, полгода. И им нужно с этой игрой, как бы, ну, закончить в какие-то более-менее нормальные сроки. Потому что они не могут сидеть там, блядь, три месяца ебашить в эту игру. Ну, собственно говоря, поэтому и прохождение становится хуёвыми. И я на стримах не могу её проходить, потому что это займёт у меня гигантское количество времени. Гигантское количество времени. Потому что я читаю, всё, я, блядь, диалоги ебашь. Ну, то есть, это будет прохождение на... Ну, у меня... Просто, блядь, у меня ничего не останется от людей на стримах. У меня просто... Просто все уйдут, блядь. Никто не будет это смотреть неделями. Нон-стопа. Это не игры для стримов. Дивини, типа, это не игры для стримов. А то, как их рашат стримеры, а стримеры именно рашат такие игры. Да не будете вы смотреть, мы будем, блядь. Руслан, ты, блядь, и ещё два долбоёба будут смотреть. Ну, я уже эти обещания чатика про будем смотреть видел. Это стандартная хуйня. Запускай, блядь, будет охуенно, блядь. Запустил, на первый стрим пришли все, на второй никого. Всё. Потому что люди, блядь, в своей голове плохо представляют, как это работает. Они думают, ой, будет так лампово сидеть, блядь, и чилить. О, это будет так весело, так лампово, блядь. Потому что они не могут нормально представить, как это на самом деле будет выглядеть. И потом они будут приходить, а потом начнётся этот стрим, они увидят, как это выглядит, и они берут и скипают стрим. Потому что это смотреть тяжело. Это банально тяжело смотреть, когда ты в это не играешь сам. Всё. Дивинити и все подобные им игры, это не для стримов. Запомните раз навсегда. Если вы захотите посмотреть на стримах, ну, блядь, ребят, вы себе обрубите кучу удовольствия. В итоге вы себе только заспойлерите сюжета, дохуя, и не насладитесь игрой, блядь, нихуя не увидите контента, кучу, блядь, абсолютно. Ну, вы поняли. И только себе испортите впечатление. Я никому не советую смотреть Балдур, я советую её проходить самому. Вот. А дальше, конечно, можете делать как хотите. Можно, разве что, у каких-нибудь ютюберов посмотреть, которые будут записывать по ним, блядь, миллион один-два ролика. Есть такие ютюберы. Ну, то есть, разве что вот у них. Но у стримеров, блядь... Не, ребята. Просто формат стримов для таких игр. Никто из популярных стримеров, более-менее, не будет этим заниматься. Все будут рашить. Все в итоге просто зарашат. Погодите, я вот эту зону не изучал, правильно? Я пошёл сразу эту зону изучать. Так, вот эта вот следующая зона, вот эта большая. И она будет изучить. Так, мы сейчас туда не пойдём. А соло будешь проходить? Нет, после выхода не буду. У меня ещё большой список игр, которые я хотел бы пройти. Я всё очень смакую. У меня вообще очень классно с играми. У меня куча игр под охуенное настроение, в которых я дохуя что могу сделать, проходить на 100%. И это куча игр непройденных. И там часов, блядь, дроча. Просто сука. Если все эти игры сложить, без пиздежи, блядь, тысячи часов. Которыми нужно пройти. Тысячи, тысячи, тысячи. Тысячи часов охуенного контента, прям. Охуенного. Никакой там ширпотребной говне. Говнюшки, блядь. А прям... А что там светится такое? Я не понимаю. А, мы это активировали. Или... Видите чат? Вот там, бля, хуйняк светится наверху. Подождите, как будто бы алтарь в... Фрост алтарь. А роллы сегодня были или только будут? Роллы, ребятки. У меня проблема с роллами. У меня... Мне нужно еще 543. Может быть, сегодня, кстати, добьем. Я просто же бегаю по сундукам. А, да-да-да. Это мы активировали точно все. Это Фрост. Хорошо. Теперь мы отправляемся на верхнюю часть скалы. И изучаем ее. Вся нижняя часть уже изучена. Можно заниматься изучением верхней части скалы. Так, на это мы не будем смолу тратить. Что здесь вообще за награда? Ну, да. На это мы смолу не тратим. Смолу лучше тратить на другие вещи. 72, кстати, только, блядь. Так, стоп. А, а, так, стоп. Мы здесь собрали. Все верно. Так, хорошо. Так, это сундук где? Ага, на этой территории. Так, здесь что? Ну, пойдемте. Пойдемте ебнем этих. Заберем у них сундук. Не понял. А, приготовить. Так, окей. Отлично. Камни здесь не вскрываются. Окей. Почему Эмбер взял все же Анилинсин? А с ней проще... Она у меня не бегает в пати. Это я сейчас ее держу, чтобы вскрывать просто разные фишки. А я с ней не играю. Я играю с электродевкой. Это просто она у меня на фоне. Вот, она у меня вот для этого. Просто с нее проще кастануть фаер, чтобы что-то вскрыть. Это я ее и так держу во время изучения. Так. Это я сейчас на... Блядь, не... Блядь, вот это... Вот это, сука, по отставу, по отставу, я вам, блядь, скажу, ребята. Ой! Ясно, блядь, давай еще и этого на ху убей. Еще будем залазить. Привет, Ринан. Ты пробовал с геймпад играть генш? Нет, не хочу, спасибо. Нет, нет. Так, хорошо, мы вернулись. Пойдемте за сундуком. И сейчас, я думаю, мы сначала изучим эту штуку, потом придем обратно вот сюда и прыгнем и заберем этот. Ну, вы поняли. Так, сейчас. Секурку, ребята. Я так понимаю, у тебя не самые приятные воспоминания сняты. Что за тупой вывод, блядь? Нет, у меня абсурд. Я играю кучу игр на геймпаде. Просто для этой игры геймпад кусок дерьма. Мышкой клавиатура в десятки тысяч раз удобнее и лучше. Вот и вся причина. И нет, никак не надо в чем-то искать сразу негативный подтекст. Если ты в чем-то что-то не используешь, значит, какие-то должны быть воспоминания, блядь, плохие. Что за бред? Ну хз, ну хз, блядь. Без хз клавиатура гораздо удобнее геймпада. В геншин импакт. Мышкой клавиатура. Без хз. Все. Ты можешь играть как угодно. Переключение персонажей, прокасты, манипуляции камеры при этом учиться. Все в десять тысяч раз удобнее, чем на геймпаде. Все, я даже не собираюсь это обсуждать, потому что это факт и точка. Так, эм, ну мы сюда потом залезем. Хорошо. Ну, давайте сюда. А, блядь. Я не совсем понял, зачем нам эти кольца, правда. По факту. А на телефоне? Ну, ребят, да, глупые вопросы. Удобнее всего играть на ПК с клавой и мышкой. В остальном можно играть на чем угодно и где угодно. Дело ваше. Не понял, блядь. Так-с. Так, это потом. Идем дальше. У меня все нормально определяет, Ринан. Геймпад оригинальный от Xbox. Не знаю, у меня геймпад для ПК специально. Боксовый для ПК. Я не ебу, что у тебя не работает. Может быть причина в том, что он именует тебя боксовые боксы. Я хуй знаю. Поэтому у тебя нихуя не работает. Может быть дело в этом. Тебе нравится, как тут камера работает? Нет, не нравится. Ее надо менять. Ее надо менять и давать игрокам также возможность отдалять камеру дальше. В данный момент это очень важно. Также камера постоянно приближается и не возвращается обратно. Это тоже... Ну... Короче, надо камеру, чтобы игра умела ее лочить. Чтобы ты мог взять. Чтобы ты мог взять и залочить ее на конкретной позиции. Чтобы что бы ты ни делал, блядь, она... У тебя не возвращалась. Потому что это мешает. А, в настройках есть? Автокоррекция... А! В настройках, да? Давайте я сделаю. Секунду. В другом, может быть? Ага. О, спасибо, кстати говоря. Заебись, спасибо. Так, ребята. Сейчас дойдем вот здесь по... По конусу. И тогда уже пойдем на мыс. Спрыгнем и заберем оттуда все, что надо. Так, и следующая территория, которую мы пойдем исследовать, наверное, будет вот этой вот зоной. Вот этой вот, вплоть до озера. То есть, вот это вот. Хотя, блядь, здесь, конечно, хуёво, что мы не можем вот эти куски последние добить. Видите? Ну, хотя большую часть мы изучим, если что, потом это будет ясно. Когда будем изучать вот снежный хребт, мы... Ну, будем видеть. Так, что это не проблема. Долго еще планируешь стримить? Еще... Еще час. Еще час. Куда? Да. Да. Когда вернемся в Майн, что первое будет? Ванила выживания или прохождение Гарри Поттера? Не то и не другое. Я ничего не знаю еще. Не надо спрашивать об этом сейчас. Это очень рано, и в Майн мы еще вернемся. Чрезвычайно, 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 не скоро. Так что вопрос не в тему. И что тогда будет, и какое у меня будет желание, я не имею ни малейшего понятия. Какое лово приключений? 19-й, по-моему. Господи, блядь. Да что я делаю, еб твою мать? 19-й. Если возьмем сегодня 20 левел приключений, пойдем в Бездну, а чего там? Там, как я понимаю, фармятся награды, да? Ну, в любом случае, сходим, да. У нас же там врата есть и все такое. А что ты на это тратишь? Ты тратишь смолу? А, ничего. Ты просто можешь дрочить эту Бездну бесконечно. Нервы. Хорошо. Так, теперь мы это изучили. Я предлагаю перемещаться сюда. И вот прямо отсюда вот эту штуку всю схавать. В итоге мы с вами сделали это, сделали это. Сейчас заберем это. Далее мы заберем вот этот отрезок. И здесь, кстати говоря, квесты мы выполним уже. Вот после этого отрезка мы здесь выполним квест сначала. После этого отрезка как раз сюжетный квест выполним. И квест с Поварской битвой. Вот. И потом следующий отрезок будет вот-вот-вот с этой ареной. Вот так вот. Вот этот вот, который дорогами как раз. Ну, то есть где-то вот... Где-то получается вот досюда. Вот так вот. Ну да, мы сходим, мы сходим. Мы сейчас получим скоро уже 20 ранг приключения-то. Недолго осталось. Там на 5-й левел бездны нужно 2 пати. А 1 пати нельзя пройти разве? Почему 2 пати именно? Почему именно 2 пати? То есть это прям требование? Я не могу пройти одной. Что мне отмечать звездочкой? А, я разве не отметил? А, я не отметил, да. Вот здесь. Можно одной? Ну тогда попробуем одной. Вдруг получится. Нельзя одной. Можно одной? Нельзя одной. Так, понятно. Да, кстати, камера все равно автоматически сама приближает. Не работает автофокусировка, это правда. А, я должен брать в актив 8 героев. Но я же могу пройти 4-мя героями? Или мне нужно будет обязательно сменить одну пачку героев на другую пачку героев? А, ну тогда получается можно одной пати пройти. 8-то героев у меня есть. Нужно прокачать всех персов, но прокачать надо 8 персов, а не всех. Угу. Потом будет 3 этажей для 3 пати. понятно ясно не слезь закончилась стамина нельзя сделать удар когда стамина а кстати наверное это можно а нет наверное нельзя все равно да не профиксишь ты придется ползти блять было бы логичнее в этой игре сделать рывки затраты на них стамины пропорционально пропрыгнут пропрыганному расстоянию с этого прыжка тогда бы ты мог просто ускоряться свои эти обычные поползки это было бы удобно понятно так очень жаль конечно можем мы не сможем одной party забудь то на определенном уровне то есть нас будет там вбили и потом автоматически переключать да на вторую party блять это хуйня вот это хуйня так там прямо на краю да ну ладно мы не пойдем туда-то там потом со снежной штуки сейчас так-то войдем так вот там я вижу сундучок вроде бы да сколько у тебя барбар у нее талантно уменьшение затрат стамины при активные я не помню две у меня барбару или три морковки так хорошо продолжаем пока все идет очень продуктивно 1114 осталось ой тысяч она до 1600 да осталось 486 на 10 роллов в этом в паке венте еще сундучок так сегодня работе разбесил дед который хотел купить газовую плиту но ценник на сутки изменился на 2к дороже он прошел пришел начал покрывать матом промоутеров которые ему продавали в итоге из-за промоутеров заступился покупатель который попросил не кричать матом на них дали ебанутый чел который орал на промоутеров ебнул перцовкой в лицо челику который попросил не материться весь магазин эвакуировали а мы остаток дня ходили кашляли и плакали но вы полицейских то вызвали или нет конечно же нет не вызвали зачем вызывать полицейских зачем они нужны а да ему штаб за хулиганство ну то хоть что-то он решил сэкономить а в итоге заплатил а а Субтитры сделал DimaTorzok Куда можно инвестировать адские монетки? Ну так возьми и почитай, куда можно инвестировать их Вроде бы все написано, нет? О, нет Так, лук охотника Нихуя тут проход под скалой-то Там вон выход с другой стороны аж есть Говно игра? Игра не говно, игра просто замечательная Самое оно, чтобы посидеть и починить Так, ребятки Хорошо, эту зону мы, можно сказать, да, там проковыряли все Ну, то, что там, то, что мы с вами нашли Пойдем закрывать вторую половину этой локи А, нет, стоп Ну, хотя оттуда я спустился Так что тут навряд ли были что-то на длинной лестнице Мы с вами пойдем теперь вот сюда Нам бы наверх забраться, пройти поверху Заодно мы, ну, типа, посмотрим, что внизу Ты забросил мафию? Да, потому что мафия кусок дерьма третий Просто неиграбельная параша Страдать там ради сюжета я точно не буду Так, дырка Так, две бочки Ух, блядь, не упал Красивый домик, да, вон там горит Горит огнями Так, ага, это мы сейчас вдоль пройдем Потом спустимся И вот это вот посмотрим Вот это вот посмотрим И, в общем-то, да Мама отрывалась, когда тебя носила И пила в запой Мама отрывалась, когда тебя носила Вот ты и тупой Три часа дня назад потерял свою сберкарту Забил до выходных на игр А сегодня понеслось минус сорок Минус пятьдесят пять Минус сто Минус сто пятнадцать И так неприятно стало, что какой-то уебок Решил оплачивать свои мелкие расходы Из моего кармана То есть ты такой тупой Что ты эту карту даже не заблочил В личном кабинете Чего, блядь? Почему вернула? Даже я не знаю, что сказать тебе, братан, на это Спасибо, работяга, за двести рублей Ну, я не знаю, что тебе сказать, блядь Минус, блядь, интеллект у тебя Потерял карту, заходишь в личный кабинет Двумя кликами закрывается карта И все, карта становится недействительной Даже если человек найдет эту карту И попытается что-то оплатить Он ничего не сможет делать Смотрите ссылку в чат на ютуб Где Челл показывает секретку в городе Там, где нужно по поребрику ходить Чтобы тебе сундук заспавнили Хуярил по всем возможным заборам лазил Но так и не нашел Игык Значит, рассказываю, где эта секретка Блядь, даже секретка не назвать Смотри внимательно Вот статуя Вот статуя Видишь статую? Смотри Видишь вот здесь вот уголок, где лестница? Вот тут будет блестеть Такая хуйня, как будто бы лут Подойдешь вот сюда Вот, вот сюда Активируешь ее И вот Вот по этому поребрику ты будешь бежать Вот по этому бордюру Вот так вот Начиная отсюда Вот здесь Блядь, видео еще какое-то нужно для этого Охуеть, кому-то реально видео понадобилось Чтобы это найти Я вахуй, блядь, с вас, ребят Да не за что, лол Как вы изучаете-то, лол Это же просто очень трудно пропустить Она же там прям Ну Я не знаю Она же прям Короче, там она же очень заметная Ну да-да Она же, она светится В этом-то весь и прикол Ладно бы она там была Реально какая-то хуйня Какой-то рычажок, который не светился бы И просто там стоял бы Она же прям это Там ее просто трудновато пропустить Если ты Изучаешь Так, хорошо Я изучил эту территорию Так, следующую Вот эту вот Вот эту вот Вот эту хуйня Мы сейчас ее сначала изучим И вот здесь вот возьмем квест Спокойной ночи, Диман Диман Го-гад Так Так Это Это интересные Столбы Ага Так, вот там этот Что там на них нарисовано Не Непонятно Они что-то выделяются Хорошо Будем иметь ввиду Под стрим Выпала джинс Девяносто роллов Девяносто роллов Это гарантированный Гарантированное Получение Персонажа Насколько я помню Или легендарки Извини, что я расстроил тебя Бля, да ладно А, все Забрал Отлично Вон еще одна Кстати Вон там Над водой Стример Держи Спасибо И ты Держи Тоже Так Давайте яйца Соберем Они пригодятся Для омлетов Нам они нужны Так, в смысле Он просто джин Обрадовался А, я понял Я думал Он обрадовался Тому, что ему что-то Выпало Просто хотя бы Только джин Насколько мне Известно Она же Это По-моему Вообще Нигде не нужна О, великий Расхититель Загадок Поведай Как открыть Запечатанную Дверь в городе Честно говоря Я не знаю Я еще Ей не занимался Вообще Понятно Блять Замечательно Ничем не наградят А, пока Никак Он пишет Джин вроде Полу-саппорт Полу-хил Но Она в тиле Находится Насколько я Помню В очень низком Положении Играть-то Конечно Можно любыми Как я уже сказал Но просто В ней нет Ничего Вообще Пиздатого Если говорить Прямо О чем-то Вау Именно Этот гирконе Нужен был Так Пойдем дальше Вот Так Вот там Вот там Вон Вот там Вон еще А, ну там Мы заметим Там этот Челлендж заодно Сиськи Ну Ладно Жопа и сиськи Хорошо Пусть будет Ребята Это жопа и сиськи Я не учитывал В полезно В полезности персонажа Я не учитывал Жопу и сиськи Джин можно раскачать Как основного ДД Я тебе открою секрет В этой игре Практически любого персонажа Можно раскачать Как основного ДД И джин Этим никак не выделяется Ну так Блять Просто тебе Легбез мелкий Так что Блять Ребята Джин можно раскачать Основного ДД Блять Охуеть Блять Ну и пиздатый ДД У тебя будет Так Все ясности Мир нормальный Ну да Ну да Так Окрестности Окрестности Этого дома Я его Я его чекну Потом Так Давайте здесь активируем А это не вызов Это этот Господи Телепорт Так все Пусть пиздует туда Мы его Мы его там потом Активируем Так мы теперь бежим Обратно Так постойте А мы здесь не А ну да Мы здесь не были Мы так не заходили еще глубоко Так на территорию слева я Не будем чекать У меня Барбара основной ДД Ну вон у кого-то Барбара основной ДД Ну что ребята Давайте теперь изучим Окрестности Нам бы на самом деле Нужно забраться на Этот дом Для того чтобы Осмотреть виноградники А не шастать по ним Туда сюда Так Это мы пока не трогаем Вот эту вот территорию Вот эту территорию Очень большая территория Здесь босс будет Я так понимаю Куб Да наверное Здесь будет куб Блядь Ща умру Нахуй Привет Есть весь от моего сына Кто вы Я приятель Называют меня Сталина Танер Я фермер за двинокурью Мой отец был фермером Прелесть Голм Голм Скажите пожалуйста Зачем помечать Собранные аминокулы На карте Значит Объясняю В игре Их ограниченное количество Пока ты изучаешь мир Ты можешь отмечать их И просто изучать мир Когда ты уже Весь мир перекроешь И тебе нужно будет Добрать оставшиеся Аминокулы Ты зайдешь На интерактивную карту Геншина И посмотришь там Где расположены Все аминокулы Ну которые ты уже Собрать не смог С помощью отметок На своей карте Ты сможешь сравнить Расположение их На интерактивной карте И на своей карте И таким образом Легко определить Какие тебе нужно собрать И куда идти Вот Тебе не нужно будет Бегать по каждой отметке Вот зачем это нужно Вот Ты так себе не спойлеришь И при этом Облегчаешь будущие труды Мой отец был фермером И его отец тоже был фермером Лучшие вины Приготовлены из нашего винограда Все владельцы винокурни Хорошо обращались С нашей семьей Но я не думаю Что моему сыну Тоже стоит Становиться фермером Вашего сына? Гай Его зовут Гай Моего сыночка Не слышала о нем Ну ничего Рано или поздно Весь Манштадт узнает его имя Гай будет сильнейшим Рыцарем Мордов Авонюс Я в него верю Я потратил все свои сбережения На то чтобы его жизнь Была лучше моей Гай уверенно идет к своей цели Он стал оруженосцем С шестнадцати И с тех пор Обеспечивает всю семью Блять Вот это я понимаю Бизнес вложения Летнее предложение Виноградный сок Отличное предложение Нет в наличии Ну и ладно Вот это я понимаю Вклад в будущее Ребята Вот если у меня появится Если у меня появится Ребенок Я тоже буду его В первую очередь Воспринимать исключительно Как бизнес проект А прикрываться я буду тем Что я просто хочу Чтобы он жил лучше меня Но на самом деле В перспективе Я просто хочу тоже До хуя-хуя нажить Вот такой вот я уебок Можете меня судить за это Тихо-хуя-хуя-хуя Еще раз Слушай Какая Вот это Захна так а так раз сундук 2 сундук давайте скажешь что стеймер хитрожок самому что ли поиграть поиграйте ребят играешь бесплатно какие проблемы то так ну и надо забрать этого кстати я спрыгнул раньше времени нам нужно этого забрать так давайте отметим что здесь мы тоже его собрали добро пожаловать на винокурню рассвет вы пришли на экскурсию кто вы меня зовут конор я работаю вина винокурни еще со времен хозяина крэпуса крэпус предыдущий хозяин винокурни отец мистера делюка к сожалению крэпус преждевременно покинул нас и вся винокурни свалилась на плечи молодого делюка расскажи как делают вино вино из-за дубанчиков главный продукт нашей винокурни если хочешь узнать больше о процессе приготовления спиртных напитков то рекомендую тебя знакомиться с трактатами о пивоварь о пивоварении и технологии винокурения или как там быть правильно сказать эти мастерски эти мастерски написанные труды вы сможете найти библиотеки к сожалению мистер делюк ни одну из них так и не прочитал так кто вы а делюке пусть мистер делюка не интересуется виновной я верю что в нем дремлет отцовский талант винодела но службе но ли этому таланту пробудиться а вы еще кто такие чего вам от меня нужно чем занимаешься я тут слежу за погребами если надо то иногда занимаюсь поставками работа несложная да и хозяин щедрый платит хорошо к тому же кому же не понравится работать с таким славным вином ты только подумай многим и посмотреть на это вино ведь на это великолепие не в жизни не получится я здесь работаю я слышал завтра начинается какой-то ивент доступен будет 20-го рамка приключения после прохождения снова кого-то куста но тут ну да в новостях есть в этой игре можно портачить как-то с был дом как в по и нет любая или прокачка вытащит нет просто неправильное вложение не в нужных героев в неправильной комбинации может привести к тому что тебе придется немножко по фармить или еще что-то поделать но в целом здесь проблем не просто будешь коммерческой чуть-чуть чуть-чуть медленнее будешь проходить типа медленнее будешь убивать тут на карте максимум 90 отметок на все они хватит но на все они кулы хватит их 64 по моему искусство откуда эти бочки и звено погреба конечно откуда же еще я тебе прямо скажу если чего такого задумал то выкиньте мастышки с головы все равно у тебя не получится сдвинуть эти бочки с места все топы менее когда а их 65 до 66 не может быть значит это действительно ага только никому я в тот в тот вечер была моя семья но я не помню чтобы кто-то покидал поместье а тогда я убирала гостевые комнаты втором этаже знаю что я заметил гостевые комнаты были пустые не может быть это так странно что же произошло но я спросил адельину а куда подивалась куда куда подивались наши гости а она даже ничего не ответила просто продолжила поливать цветы и в саду и разговаривать сама с собой что она говорит на следующий год эти цветы вырастут роскошными ухты отряд защитников 2 лена стройся что ж давайте посмотрим на собранные кристаллы что они все оскорнены 2 лен сколько же страданий выполнен твою долю прошу тебя путешественник давай очистим эти кристаллы в это сложно поверить пока не увидишь своими глазами очень интересно процесс напоминает фильтрацию вина за этим приятно наблюдать нужно хватить этих кристаллов предложить кристаллы к небесной вере как в прошлый раз когда я дойду до гео кулов я открою интерактивную карту посмотрю все аминокулы которые пропустил соберу их и отметки про аминокулами больше будут не нужны и я начну отмечать собранные гео кулы по той же самой схеме гео кулы в 131 но с гео кулами да на все не хватит если их 131 ух ты сработало теперь она выглядит совсем иначе энергия лир полностью установлена теперь мы сможем ее использовать спасибо тебе серёжа теперь нужно решить куда мы призовем ужас бури это точно нельзя делать в городе если что-то пойдет не так всему городу придет конец и если мы устроим это здесь на винокурне я переживу если винокурне будет вдруг уничтожено но все-таки давайте выберем другое место ветер что дует с моря или высоко в горах разнесет песен барда по округе чтобы это сработало воздух должен быть свежим и в меру влажным понятно море или горы так значит самое подходящее место для игры на лире это скала на востоке от озера звездопадов есть высокая скала ты найдешь ее если будешь двигаться на юг вдоль пляжа это тот самый пляж на котором ты рассказывал на котором ты рассказал пойман своей сестре в общем там ты найдешь утес звездолова там есть и высокая скала и морской ветер такое место подойдет бард давайте подумаем дайте подумать утес звездолова хорошо пусть будет утес звездолова отлично тогда встретимся на месте пожалуйста не опаздывайте будет сделано магистром прошу прощения я случайно так даже если у нас появится шанс договориться с с двойным мы не сможем отключить другие варианты развития событий готовить схватки расскажи мне а дарья ангел в дарах ангелы мы продаем вино произведенное в этой винокурне иногда я подменяю там барменов заходи поболтаем или может записаться ко мне сейчас в аудиенцию через мою услугу почему ты помогаешь на в основном потому что мне захотелось этот бар довольно интересный персонаж должен признать что постоянный шторм плохо влияет на мой винный бизнес давай-ка что-то проясним кое-что проясним я помогаю не рыцарям лично тебе хорошая работа серёжа теперь моя очередь скажи мне а ну уже окей это мы с ними все говорит все то же самое так у нас возвращает самое начало по моему до нас но мы сначала сейчас другой квест выполним который тут рядом вот там акции говорят а мне в а ну мы сейчас сюда она там стоит внизу давайте уже его так давайте активируем еще достижение которое мы сделали еще десяточка нам пришла к сожалению на этом все так а тут у нас что так еще одну на до четвертого уровня ебануть возвысить персонаж вот здесь за это satin гадали да не успеем мы сегодня наберем а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Музыка? Музыка здесь в игре просто охуенная. Они, конечно, крутую работу проделали. Бля, чё ей от нас надо? Это варфрейм на минималках? Блядь, варфрейм по сравнению с этим кусок говна, блядь. Музыка. Музыка. Блядь, чё он от нас хочет? Так я лотосы собрал. Я не понимаю, в чём проблема. Я лотосы уже собрал. Ты сам билды делаешь или кто-то помогает? Я сам делаю. А! А, окей, теперь она мне засчитала. Нет, она мне... Я их собрал, она не сработала в скрипт. Понятно. А, заоблачный перчик. Всё равно чего-то не хватает. Чего именно нам не хватает? Не хватает шлака-лака какого-то. Точно, не хватает немного шкала-лака. Бум-бум. Шка... Шака-лака? Да-да-да-да. Хоть Брука слепо следует установленным правилам, она всё равно очень талантливый повар. Без сомнений, у неё будут превосходные продукты. Чтобы повезти, нам придётся постараться. Например, холодная закуска из морских чудовищ, хрустящий цветок синь-синь, лесные грибы в слаймовом желе. Ммм, слаймовое желе? Да, я знаю, звучит так себе, но на вкус бесподобно. Надо будет угостить тебя слизней грибом. Жду не дождусь. Ты не пожалеешь, хотя в первый раз этот вкус может показаться слегка странным. Ладно, забудь, давай проверим ещё одно место. Чувствуешь, нас ждёт нечто интересненькое. Понятно. Так, особо здесь изучать не будем. Мы будем делать, ну, другое. В другой раз. Выпала Лори зомби, она нереально читерная. Ешка задаёт крио-ауру и хилит всю пати. Ну, как я уже сказал. Это вот, это же та пизда. Её нет в топах вообще нигде, насколько я помню. Если я не ошибаюсь. Так что... Так что хз. Она в самом топе? Разве? Какой у неё... Как её на собой... Сейчас я даже гляну. Погоди, пять сек. Она топ-хиллер? Сейчас я зайду. Погодите, мне просто даже интересно стало. Какой у неё этот... Этот. Ещё опять сек. А чат? А, ци-ци. А, всё. Она просто странно, кстати, переведена. Она в оригинале по-другому. Ну, она есть только в одной из синергий на команде с Разором. В этом вся проблема. Причём свечей у неё нет ни в Криво-сетапе, ни в Пиро-сетапе. Она игнорируется в Пиро-сетапе, игнорируется в Криво-сетапе. В Электро-на-Розоре она есть. И на этом всё. Нет. Вот про это я имел в виду. Вот про это я имел в виду. Вот почему я её не видел особо. Потому что она не юзается толком. В читерных билдах. ХЗ почему так говорят, что она имба, такая же, как и Барбара. Но она умеет... Ну, она у меня есть как раз с Разором. Ну, вот да, с Разором она играется. Это же третья. Спасибо за Тир-3, бро. Поэтому, да. В смысле сетапы? Ну, в смысле... Сами по себе персонажи, на самом деле, как отдельные чуваки в этой игре, достаточно... Ну, не то чтобы бесполезные. В общем, если ты выбиваешь персонажа, там, грубо говоря, который находится в отдельной оценке, в отдельной оценке по Тир-листу, в отдельной оценке. Например, блядь, там, условно говоря, на С-ранге. И там у него, не знаю, там, СА-ССС, там, начиная от изучения мира, там, заканчивая, там, ну, каким-нибудь донжоном. То есть еще топовые пати, сборы пати, типа, которые, как бы, признаны топами. Где выбивается максимальный ДПС, то есть от синергии. И вот там ее нет, поэтому я вот про это и сказал. Она только в одной пати есть на Розоре, но я хуй знаю, на Розоре кто-то играет в пати. Блядь, где она? Ну, с ней наверняка можно чего-то интересное сделать. Блядь, развернись, пожалуйста. Хотя хуй знает, опять же. Она делает чего там? Криауру, да? Хилит. Ну, хил-то окей, Криауру. Как она работает? Криаура. Надо тоже почитать. Мне кажется, что она просто чуть расхайплена из-за своего внешнего вида, а не из-за своей эффективности и полезности. Блядь, да блядь. Блядь, она где-то здесь должна быть. А, вот она стоит. У нее пассивка топлива. Надо посмотреть ее эти. Сейчас, вы ее так раз хвалили. Дайте мне даже глянуть подробнее ее скиллы. Сейчас зайду. Сейчас глянем вместе, чего там прям читерного у нее, такого пизданутого. Давайте посмотрим. Так, давайте, давайте глянем. Во-первых, она на мече. Так. Вот, блядь, вот уже. Почему, сука, не очень хорошо она на мече? Хотя, если меч подобрать, может, какую-нибудь интересную. Ну, понятное дело здесь. Никуда. А, вот она. А, ну она, нет, она делает крио дэмэдж. Да, она не создает ауру криво. Угу, да. Бля, еще ее в атаку надо на хилах. Понятно. Ну, блядь. Ну, вот, ну хуй знает. Хуй знает. Как, понимаете, ну, вот как ей играть, то есть на ДД или на этом у нее... А, подождите. Когда они находятся под ним... А, регенерирует хп. Понятно. Да, вот, 90%. Плюс, что там за пассивка была, какая? Incoming, Incoming Hill бонус. И вообще посрать на это. Ну, вот это может быть интересно, да. Ну, раз 30 секунд, правда, большой откат. Так, это... Ну, регенерация двух... Две энергии для... Ну, опять же, блядь, она регенит две энергии, типа, по идее, должно быть быстро, и... Ну, непонятно... Ну, вот это вот, честно говоря, мне просто непонятно. Не совсем ее ульта. На четвертом возвышении становится сильным. На четвертом возвышении все становятся, блядь, сильными. Блядь, раз 15 минут. Ну, я не понял. А что читерного-то? Скажите, какая пассивка? Я ничего не понимаю. Я не понимаю. Честно говоря, ну, на Скайворде тут пишут критрейт на 4% после используемого венспида и... А, ну, блядь, вот она даже не... Еще и хил... Блядь, ну, вот честно скажу, вот по описанию и вот по тому... по тому, как она должна играться, вот чисто со стороны вообще она хуйня какая-то. Вот чисто со стороны. Я не понимаю просто. Может, я что-то не понимаю? Может, я что-то не прочитал тут? Хуй знает. Чисто со стороны она полная хуйня. Поехали.